Папа кеш-кеш, давай, мама. Индира Алпспаева потеряла в январе мужа. Трое детей остались без отца. Баужан Сидамаров погиб от пуль. Посмертно его обвинили в терроризме, массовых беспорядках и неподчинению представителю власти. Позже статью «Терроризм» из дела убрали. Индира пытается доказать, что её супруга обвиняют без оснований. Пока безуспешно. Во время январских событий мирные митинги в начале года переросли в беспорядке, власти открыли огонь, погибли, по официальным данным 238 человек. В Таразе были убиты 15 человек. В отношении погибших расследовали уголовные дела. Приехавшие в Астану таразцы потребовали прекратить преследование убитых. По их словам, многие вызванные в суд свидетели не в курсе обстоятельств дела. Некоторые даже не знают, что подсудимые погибли почти год назад. Абучик оператор деген келді. Сол бала 91-уғаттын, беттім сеттін дептір. Сол бала качисти, свидетелегептір. Ол адамдардың бәрінің атып, жәнін алған, бөлтірген адам. Ол қалай ол, свидетіл боптір. Неге олар сотталмайды? Чемкент қаласында қайтыс болған 20 мархомды ақтады. Бірақ Таразда, Жамбыл облысында бірде-бір ақталып шыққан мархом жоқ. Несебепті? Сонда Тараз республикамызға бағын ұшты емес ба? Видеоны көрдік, атып келі атыр бұтайыр. Жаппай оң жағында, сол жағында құрып тастыған. Сонда Таразда, жағында қайтып тастыған қайтып тастыған қайтып тастыған қайтып тастыған. Некоторые из потерявших близких приезжают в Астану восьмой раз. Ранее генпрокуратура и представители местных властей давали разные обещания и уговаривали разъехаться по домам. Сейчас, говорят таразцы, они не уедут, пока не добьются своего. Корреспонденты Азатыка звонили в прокуратуры, но связаться с пресс-службой ведомства так и не удалось. Люди из разных регионов, похоронившие в январе своих родственников, неоднократно приезжали в столицу. Они намеревались встретиться с президентом Тукаевым, но на пути в Аккорду их задержал спецназ. Затем людей вынудили вернуться домой. Заявление некоторых родственников погибших столичные чиновники взяли на рассмотрение.